Музыка Едем на семинар московской биржи Как заработать 30 миллионов Пётр Салтыков, Александр Мишин 10% денег, 90% отдали новыми облигациями Физикам отдали целиком деньгами Сергей Юрьевич, добрый день Есть ли смысл, в один вопрос Есть ли смысл устраивать учебные семинары Либо учёбу делая интимная Один на один с книжкой, со счётом С моей точки зрения учиться надо самому Что значит самому учиться Читать книжки, экспериментировать Делать ошибки, их исправлять Вот, собственно говоря, это учёба Думаешь, пробуешь, исправляешь ошибки Думаешь, пробуешь, исправишь ошибки Заодно читаешь Но семинары, с моей точки зрения Они имеют смысл, они, если это хороший семинар Они дают эмоциональную поддержку Некоторые заряды, когда ты смотришь на успешных людей И ты слушаешь, что они делают Они дают тебе и эмоциональную поддержку И пищу для ума, потому что То, что сказал успешный человек Ты можешь в книге пропустить А услышав это, ты по-другому на это посмотришь Но с моей точки зрения отношение, допустим Самостоятельной работы к семинарам Должно быть, ну, 100 к одному То есть на 100 единиц самостоятельная работа А на единичку семинар Так я думаю Понятно, то есть есть хорошая книжка Их очень много Её рекламирует какой-то, ну, саммитный человек Проскальзывание большое А если рекламируют победители, ну, допустим Какого-то биржевого конкурса То проскальзывание между книжкой и конкретным индивидом Отчитано меньше И ты выполняешь точнее, быстрее рекомендации этой книжки Ну, может быть, я не очень такой, как все Я люблю читать книги Я их покупаю И читаю книги по прикладной математике И по экономике, и по трейдингу И у меня в библиотеке сотни книг И все они прочитаны И многие не по одному разу И не по два, и не по три Поэтому, наверное, мне это интересно Ну, может быть, это личная особенность Поэтому все-таки книги в первую очередь Книги и собственный труд Терять деньги не надо бояться Потому что не теряя деньги, ты не научишься их зарабатывать Это нормально, это наш бизнес, это наша работа У вас в библиотеке сотни книг А завтра еду к книгоздателю Ирины Прохоровой Расскажу, что есть человек, который сотни книг Бумажных книг я не люблю Вот не читаю Ну, киндл только в транспорте В редком случае какой-нибудь А так, конечно, живые книги Не только, допустим Я покупаю по истории Акунина Книги замечательные Изданы чудные книги Очень приятно их читать Взять в руку одно удовольствие То есть мы можем к этому человеку Так или иначе относиться Но книги у него по истории России Замечательные И я с удовольствием их тоже читаю Спасибо большое Спасибо, Иван Все равно гораздо было бы лучше, я считаю Просчеты были Мы сидели перед этим Я всем говорил, что отпечатанный станок в наших руках Я точно так же думал У меня тоже были эти облигации Слушайте дальше Я же могу еще раз сказать Были расчеты, что они если напечатаются То курс будет всего лишь там поднимется до 9 максимум Это правда Да И все Если какие-то вопросы будут То можно прямо задавать После выступления его И в зале потом У нас будет прерыв 10 минут Попить водички там Вот Бежать, пищало Угостить печенюшками После перерыва Александр Мишин Поднимет свою тему Метод принятия торговых решений Тоже минут на 40 Тоже давайте вопросы Я очень надеюсь, что мы В 9 часов поедем к родным и близким Чтобы не затягивать Не люблю вечерние семинары Вот так вот Меня зовут Петр Шмутыков Я торгую на бирже уже 10 лет даже с ГАКом Мне этот процесс очень нравится Особенно мне нравится тем, что позволяет Не зависеть от корпоративных работодателей Не ходить на работу убогими И вообще заниматься своими собственными делами В процессе этих 10 лет я занимался много чем Много учился Много развивал предметную область Сдал, например, экзамен на CFA То есть я CFA Charter Holder Это самая престижная степень в области финансов Плюс развивал, естественно, навыки общего характера И психологию изучал Не как в университете, конечно Но практически применим И я сегодня попробую рассказать про свои наблюдения Некоторые находки А также представить 10 самых интересных, на мой взгляд, книжек Или 10 самых интересных авторов Которые, мне кажется, было бы полезно прочитать всем Кто хочет зарабатывать на бирже И из этих книжек получить себе некоторое вдохновение То есть что вы на самом деле любите Что вы на самом деле любите Что вам на самом деле нравится Так лучше, да? Спасибо Спасибо, да Что вам на самом деле нравится И куда вам на самом деле нужно двигаться Понять самим для себя Я хочу сделать маленькую ремарку Что у нас семинар получается некоторой целью Потому что я буду рассказывать больше Про глобальные вещи и про психологию Александр Мишин, насколько я понимаю Больше пойдет именно по конкретике По предмету Как входить в сделку Как выходить Как есть конкретные паттерны Парочка слов про содержание И вообще цель моего доклада Я хочу в рамках своего доклада За эти 40 минут Может быть уже 35 сформулировать Некоторую цельную стратегию Успешных инвестиций Вот с тем самым путеводителем Из книжек С помощью которых можно к ней прийти Вот Эта стратегия не является Законченной в том смысле Что нельзя по этой стратегии Потом взять и как правило ее использовать Но тем не менее Это как некоторый атмос Или некоторая карта Которая позволит Идти в это направление В конце Дам некий набор Для фантазии Разных авторов Разных успешных книжек Точнее Успешных трейдеров Либо крутых аналитиков Плюс интервью С большим количеством успешных трейдов С тем, чтобы можно было Дойти какую-то свою ролевую модель И понять, к чему ближе душа лежит В рамках моей собственной жизни Ну раз я рассказывал про 30 миллионов Я познакомился с фондовым рынком Когда мне было примерно 9 или 10 лет Прочитав книжку Теодора Драйзера Финансиста В этой книжке Главный герой Под конец Сумел заработать Свой собственный капитал Миллион долларов И сделал это Стратегией Которую я назвал Здесь Большой куш Одна из двух моделей Которую я здесь расскажу А потом в конце Эти модели Сольются в одну общую стратегию В чем Эта Стратегия заключается Эта стратегия Говорит все еще Что мы Иногда Можем на рынке Увидеть ситуацию Когда У нас появляется возможность Резкого Хорошего Большого Заработка Если Мы посмотрим На нашу историю Не будем отвлекаться На сторону То это Например Индекс Падение индекса РТС В 1998 году И последний Чий взлет Тогда Если Рынок Вырос За два Или за три года Десятки раз С минимум Любой Кто Мог бы И захотел бы Вложить В этот акт Деньги Озолотился бы Следующая история Это Сбербанк В 2009 году Где-то на минимум В течение месяца Или двух Он торговался Примерно По 15 рублей Через год Его стоимость Стала 90 рублей Пожалуйста Рост В шесть раз Сбербанк Ликвидная бумага Любой Кто он захотел бы Мог бы За год Ушестериться Упетериться Взяв Тридцать раз Тридцать раз Заработать Из миллиона Те самые Тридцать Ну вот С тем Чтобы Дать Представление Ну вот И последний пункт Рубль В 2016 году То есть Это я имею ввиду Укрепление рубля С уровня Примерно 80 или 85 рублей За доллар До текущих 60 По большому счету Это ровно То движение На котором Я заработал Значительное количество Денег Ровно Поэтому Оно Здесь И попало Справа Как вы видите Книжку Эдвина Лефева Воспоминания Биржевого Спекулянта Это наверное Самая легендарная Книжка У всех финансов Всем ее Рекомендую Прочитать Начать с него И В этой Книге Есть один Такой Замечательный Персонаж По прозвищу Старый индюк Когда К старому индюку Приходили Молодые Или не очень Трейдеры Спрашивали Ну какую же Акцию Стоит купить Или какую же Акцию стоит продавать Он Неизменно Отвечал Помилуйте Это же Рынок Быков И никто Его не понимал Но Понятно Что в конце 19-го Начале 20-го Века Теория Была еще Нежно Заботана И Мы простим Тех трейдеров Но Мы тут Уже живем В 21-м Веке И мы На самом деле Знаем Что Если у нас Идет Рынок Быков То Все Глобальные Акции Растут Кто-то Растут 10 раз Кто-то Растут 2 раза Но В целом Если мы Находимся На руке Быков Особенно На таком Яростном После Больших Провалов Или Больших Разворотов То Нам Самое Главное Просто Угадать Направление Больше Больше Ничего Делать Не Нужно В качестве Примера Я Нарисовал Тот Самый График Сбербанка В 2009 Году Когда Сбербанк Падал До 15 Рублей За штуку И К концу Года В декабре Вырос До 85-90 Рублей Не Было Никаких Сложностей Зайти Туда Я Знаю Людей Которые На этом Сделали Огромные Деньги Я К сожалению Сам Этого Не Сделал Но Я Сделал Чуть Меньше Денег На Облигациях С Этим Связана Моя Собственная Личная Некольная Уникальная История В 2008 Году На крисе Я потерял Очень Много Денег Посмотрите Интервью У Андрея Верникова На сайте Моя Последняя Рассказывала Как это Случилось И почему Но В ноябре Вернувшись Из отпуска Я Принял Решение Что Несмотря На свои Потери Тем не Менее Ситуация Благоприятная Это Было Где-то В ноябре Видно Что Избир Баб То есть Как Он немножко Упал Но Он был На уровне 20-25 То есть Очень Теш Индекс Облигаций Тоже Был Очень Дешев Я Пошел В банк Взял Обычный Потребительский Кредит Как Сейчас Помню Он стоил 14,5 Или 14,25 Рассчитал Так Чтобы Я Мог Отдавать Из Зарплаты Даже Если Потеряю Все Свои Деньги Вообще И Начал Вкладывать Деньги В Мусорные Облигации Это Было Замечательное Время За год Я Заработал Примерно 400 Или 500 Процентов Ну То есть Если Я Просто Вложился В Которые К концу 2008 Или К концу 2009 При Начала 2009 Года Умерли Они Уже Умерли Те Компании Которые Еще Пока Не Умерли Скорее Всего Будут Жить И Я Покупал Самые Разные Облигации Ходил В магазины В сети Виктория Смотрел В Новый Год Как Там Покупают Люди Товары Есть ли Товары Сметают Ли Не Сметают Убедился Что Покупатели Навалом Новый Год Пройдет Хорошо Ну Значит Наверное В январе Виктория Погасится Таких Историй У меня Было Много Я Может Перепробовал Облигации 50 Или 60 Из Нех У меня Было Несколько Дефолтов Всякое Бывает 500 600 Процентов Своих 500 Процентов Своих Я На этом Заработал Жалею Что Не Заработал В Сбербанке Но Я Был Тогда И теперь Вторая Модель На которой Можно Зарабатывать Деньги На которой На самом деле Зарабатывают Ну Может Быть Процентов 80 Или 90 Людей Я ее Назвал Длинная Дорога По большому Счету Это Система Постоянного И непрерывного Инвестирования В идеале Если при этом Постоянно Регулярно Инвестируя Деньги Мы еще умудряемся Проводить Выбор Бумаг Так Чтобы Зарабатывать Не как Рынок А больше Чем Рынок То Тогда Наши Результаты Остаются Совершенно Потрясающими В качестве Такого Гайда По тому Как правильно Выбирать Бумаги Я предлагаю Воспользоваться Опытом Легендарного Инвестора Питера Линча И Прочитать Например Посмотреть его Книгу Переиграть Уолл-стрит Или Его последующую Книгу Как обыкновенный Частный Инвестор Может Инвестировать В свои средства Лучше Чем Профессионал На порядок Лучше Чем Профессионал Какие у него Для этого Есть преимущества Небольшая Вообще Ни одного Убыточного Дальше 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 Должны Делать Некоторые Регулярные Вложения А Про И немножко Скажу Про Выбор Бумаг В далеком Или еще не очень Далеком В 2014 Годов Под конец Когда только Появился ИЕС На семинар Который Нас почему-то Все приглашают Здесь Не очень понятно Почему Я Рекомендовал Своим Друзьям И знакомым Некий Не очень Диверситизированный Портфель А именно Купить На половину День Долгосрочных ОФЗ На вторую Половину День Дербанка Естественно Что Делал я это Не просто так А в рамках Некоторой Нашей Той самой Модели Большого Кушек Потому что Рубль уже Рухнул Было Как Мне Казалось Что Уже Самая Глубина Финансового Кризиса Пройдет Можно Инвестировать С тех пор Результаты Этого Портфеля Приведены На таблице Прошел Декабрь Прошел Код В декабре 2015 Года Я рекомендовал Ровно Тот же самый Портфель За год Мы ничего Не делали Проинвестировали Только купоны От ОФЗ Снова Привели Портфель Соответственно 50 на 50 Дальше В августе 2016 Года Я давал Андрею Интервью Снова Привели Тот же самый Портфель С августа По январе 2016 Года Он Этот портфель Сделал 16% Мне кажется Что За 5 месяцев 16% Получить Ничего Не делая В принципе Это Достаточно Неплохой Результат В чем Губля Конечно Но Если Надо смотреть Что случилось С долларом Я точно Уверен Что с долларом Долларовая Доходность Приема Такая же А может Быть Еще и Выше Надо Посмотреть График Долларов То есть 16% С августа 2016 Года А если Мы говорим За 2 года То это 125% Я говорю В данном Случае Здесь Нет В причем Момент Следующий Что Я в данном Случае Не говорю О профессионалах Которые Много торгуют Много совершают Сделок Используют Очень активно Плечо В данном Случае Это Простой Обычный Портфель Который Можно засунуть В ИЕС Можно засунуть Поддержать Как Байнхолл Без плеча И тем не менее Зарабатывать Хорошие деньги Я Осмелюсь В рамках Нашего Семинара Сделать Некоторый Прогноз На будущее Вот Текущая Цена Сбербанка 170 рублей За акцию Текущая Доходность Долгостошек Где-то 8,2 Ну вот Часто Чуть Сегодня Куда Расслата Может 8,5 Можно Купить 8,6 Мне кажется Что Сбербанк Способен Дорасти До 500 Рублей В ожидаемой Какой-то Разумной Перспективе Я поставил Некий Таргет На январь 2019 Года Это Естественно Такие Просто Некоторые Предположения Может быть Оно Случится Раньше Может быть Оно Ватурин Еще На год Но В целом Это Не так Важно А Ставка По Фонзону Мне кажется К тому Моменту Должна Бы 6 Мы знаем Что Есть Центральный Банк Центральный Банк Хочет Инфляцию Снизить Инфляция Снизится Снизится Процентные Ставки И В таком Ожидаемом Результате Мы должны Получить 115% По портфелю За Еще Два Года Тоже Ничего Не Делаем Вот Посмотрим Как это Сложится Посмотрим Насколько Мои ожидания Прогнаются Но В рамках Общей Логики Тут уже Как бы Даже Не логика Большого Куша А логика Унамерных Инвестиций Мне кажется Есть хорошие Две Инвестиционные Возможности Их нужно Использовать Им Нужно Следовать И в принципе Не нужно Думать О чем Больше Если Мы Конечно Не хотим Сотни Тысяч Процентов Но Здесь Естественно В предыдущем Ожидании Есть Маленький Подвох Подвох Очень простой Мы не знаем Будущего Мы не знаем Может быть Случится У нас снова Кризис Развится Война Нефть упадет Или что-то Еще такое Произойдет Нам Нужна Какая-то Разумная Страховка И вообще Разумные правила Как вот эту Длинную дорогу Пережить Кроме того Что мы пытаемся Выбрать Лучшие акции Лучшие инструменты И регулярно Доносим Деньги Для того Чтобы В случае Каких-то Просадок Мы могли За те же Деньги Купить Больше Активов По этому Поводу Есть Другая Не менее Замечательная Книжка Дэвида Свенсона Он Является Управляющим Эндаументом Елем За Этот Эндаумент Получает По-моему Лучший Среди Или один Из лучших Среди Эндаументов В США И Сейчас Судьиная Доля Расходов Ельского Университета Идет За счет Доходов От Эндаумента На всякий Случай Скажу Что Эндаумент Это Специальный Фонд Создается Обычно При университетах Или других Некоммерческих Организациях С целью Накопления денег И используя Части доходов От этого Фонда Для финансирования Деятельности Некоммерческих Организаций То есть Они По сути На доходы От Эндаумента Имеют Возможность Зачать Стипендии Студентам Строить Новые Корпусы Монтеры Старые Приглашать Профессоров И так далее Так вот Один из Основных Методов Дэвида Свенсона Для получения Такой Хорошего Доходности Таких Хороших Результатов И является Диверсификация То есть Они пытаются Уйти От традиционных Классов Активов Куда-то Где Результаты Не настолько Коррелированы Со Результатами На рынке Акций И за счет Этого Пользоваться Ситуациями Когда Цены Сильно Искажены То есть Когда у нас Например Один актив Резко растет А другой актив Резко падает То мы В рамках Годовой Ребалансировки Портфеля Имеем возможность Продавать Переоцененные Активы Дорого Покупать Недооцененные Активы Дешево В большем Количестве И потом На последующем Возвращении Давать себе Дополнительную Доходность Это Пункт Первый Второй Пункт Что из-за Того Что у нас Активы Которые Мы пытаемся Выбрать Ходят В противофазе То Сам По себе Портфель Обладает Намного Меньшей Изменчивостью Рассчитанной Как единое Целое Чем Какие-то Его Куски В наших Условиях К тем Двум Кускам Которые Акции ОФЗ У нас Должен Добавляться Доллар Ну или Какие-то Доллар Инвестиции Например Евро Облигации Потому что Известно Что у нас Когда все Хорошо Доллар Скорее всего Не растет А может быть Даже и падает А когда все Тут случается Плохо Доллар Резко Подскакивает Если бы Например Имея Доллары В декабре 2014 года И бы продали И купили бы Сбербанк Это мы не только Бообили Часть потерь На Сбербанк Для нападения Но еще бы Купили его дешево И на том Собросе Проехали бы То есть Это Позволяет Использовать Эффект Диверсификации Возникает Вопрос Если все Так просто То почему Все мы Тут такие бедные И Сидим И не знаем Как же нам заработать Ходим на работу Почему-то Выслушаем Плохих начальников Ругали на нас Иногда Там Стоим все Свехурочно Работаем В выходные По ночам И так далее Все дело в том Что Жизнь на самом деле Сложная На рынках Свободных денег нет И Побеждают Те Кто может Эти деньги У других Добрать А по большому счету Это значит Что мы должны Идти Против Толпы Второе Что у нас Возникает Огромное напряжение Представьте себе Декабрь 2014 года Ну это недавно Был Январь Февраль 2015 года Доллар падает То есть Рубль падает Доллар растет Мы во всем вокруг Слышим Что Доллар будет 100 150 200 Наши знакомые Которые купили Доллар по 40 По 35 И даже по 60 Радостно Подтирают Ручонки Говорят Что О да Но мы еще Подождем Вот он Попер И в этот момент Надо Доллар продать И купить ОФЗ И Сбербанк Сделать это Психологически Очень сложно Особенно Если при этом Мы не угадали С моментом А мы почти никогда Не будем угадывать С моментом Точно И будем слушать Еще некоторые Сочувственные Такие слова Ну вот Лучше бы Не делал бы ты Делал бы как все Купил бы Доллар И наслаждался бы В этом Смысле Есть Замечательная Книжка Бартона Бикса Про Она называется Вышим Хенджером С туманом Она Описывает Личный опыт Бартона Бикса И в том числе Некоторые Замечательные Психологические Переживания Трейдеров Управляющих Которые Лично Или через Кого-то Наблюдал В частности Например Есть такая Специальная Голова Называется Суперзвезда Спит со своим Портфелем И Скрипит Зубами Во сне У меня С самого Тоже лично Была такая История Однажды Я придумал Как мне казалось Замечательную Стратегию И Начал Дорговать Ну Чтобы Полный Уникас Причем Два или Три Это было В сентябре 2011 года И ровно На той неделе Я уже не помню Из-за операции Двист Кажется Индекс ММВП Рухнул Процентов На 10 За счет Того Что у меня были Еще другие Позиции Примерно За два Или за три Дня Я потерял Полный Своя Портфеля И Впал В некоторый Ступор Я не мог Заснуть Кроволом Который Я для этого Никогда Не применял И сейчас Даже не помогал И Примерно В трое Суток Я пробовал Состояние Сам на полу Это Такой вот Пример Почему Зарабатывать сложно Можем ошибиться Если мы ошибились Мы получаем Нервное напряжение Мы получаем Удар по кошельку Мы получаем Урок К того Что вообще Так делать Не нужно И в следующий раз Когда Мы уже По идее Не должны Будем ошибиться Мы это Не делаем К счастью Для меня В 2011 Году Я поехал В Санкт-Петербург И там Было такое Соревнование Питерский Машбросок Когда надо За выходные Пройти Километров 40 60 Или 70 По прямой Погрещенной местности То есть Суммарно Километ 80 100 В сентябре Сентября Холодно Прохладно Я шел Думал Вообще Зачем я туда приехал Что мне надо От этой жизни Пока на моих путей Не встала речка Холодная Замечательная Карельская речка Шиной метров 20 Мне пришлось Раздеться Засунуть Все свои вещи В Гермопакет От рюкзака И эту речку Переплыть Выяснилось Что это Чудодейственное средство Стресс снял Мгновенно Настроение поднялось Я пошел дальше Вот Надо учиться Идти дальше Дальше Как идти дальше У нас есть Несколько Возможных Решений Для того Чтобы все-таки Преодолеть Все эти Психологические Проблемы А также Ошибки Дашего сознания Которые Не являются Абсолютно Рациональными По этому поводу Я рекомендую Лучшего Наверное Эксперта Области Поведенческих Финансов Даниэля Ханимана Нобелевского Лауреата Который Написал Замечательную Крышку Думай Медленно Решай Пуста Где Описал Огромное Количество Ошибок Которые Мы совершаем Как из-за Того Что мы Эмоциональные Существа Так И Из-за Того Что Наш Мозг Не является Абсолютно Компьютером Он Тоже Делает Ошибки Он Не может Обработать Всю Информацию В частности В частности Что здесь Очень важно Что Есть Наши возможности Есть две Разные системы Одна ведает Больше за Логику Другая Ведает Больше За некоторые Скажем Базовые Рефлексы И мы Как люди Практически Очень редко Можем Осознать Мы на самом деле Сейчас действуем Потому что Мы действительно Логично Решили И сделали Какие-то выводы Или потому что Наши рефлексы Нам что-то подсказывает А мозг Внутри себя Делает Некоторое Обоснование Того Почему рефлексы Захотели Так Или по-другому Сейчас Иду Вторая вещь Это Навыки И принципы Как Можно Заставлять Себя Научить Себя Отделять Факты От мнений Я Насошусь На немножко Другую Историю Это Недавнее Тоже Январь 2016 Года Падение Нефти Сколько 27 26 Долларов Забарит Мировая Истерика Что скоро Нефть Польется Из ушей Ее будут Продавать Даром 10 долларов 15 25 Долларов Все Конец Но Есть Общее мнение Которое сложилось Что Нефти Слишком Много Были Некоторые Факты Которые Разбучались В том Что При Цене 25 Долларов За Баррель Весь Избыток Нефти Еще Чуть Никому Не Нужен Невыгодно Подавить Прошли Вообще Ничего Не Делают А при Цене 20 Долларов Забавить Такой Нефти Становится Вообще Огромное Количество Вот На Этом Несоответствии Мнении Причем Общее Мировое Мнение Которое Подкреплялось Всеми СМИ И Объективными Фактами Можно Было Сыграть Как Это Сделать Дэниел Кайман Умеет Отличный Рассказ Третий Пункт Это Очень Важная Лечь Некая Учеб Базов Грая Потому Что Мы Плохо Считаем Вероятность Это Проблема Нашего Человеческого Мозга Мы Любим Из Двух Примеров Сделать Некое Огромное Обобщение И При этом Очень Плохо Понимаем А на самом Деле Как Часто Происходят Те Или События Это Тоже Позволяет Ну И Конечно Опыт Один Раз Второй Раз Сделали Что Третий Раз Посмотрели И Потом Учились Я В жизни Обанкротился Ну Не то Что Обанкротился Потерял Прочти Все Свои Деньги Дважды С учет Того Что Начинал Почти С нуля У меня Было Три Четыре Можем Пять Сыщек Хотел Половину Денег Я С каждым Из них Набираю Новый 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 Опыт И Надеюсь Что Сейчас Его Достаточно С тем Чтобы Эти Камни И Преграды Будут Прочно Обходить Значит Что Теперь Нам Нужно Сделать Для того Чтобы Получить Настоящий Успех Все Что Нам Нужно Если Мы Умеем Срывать Из Раз В России Раз Семь Восемь Лет Срывать Большой Куш В 98 Году Сумели Вложиться Пару Лет Протянули Высшее Положение Депозит В 2008 Году Вложили Сбербан За год Заработали 500% Пять лет Отдыхаем В 2014 Или В 2015 Году Взяли Портфель Снова Заработали За пару Лет 100 150% Годов Может Стол Перекладываться Это Некая Стратегия Вторая Стратегия Когда Мы Пытаемся Что-то Такое Сделать Выбрать Лучшие Активы Если Мы Их Объединяем То есть В эти Пять лет Мы Пытаемся Выбрать Лучшие Активы Но При этом Соба Сильно Не дергаемся От Нужного Момента Теряем Не слишком Много Денег Чтобы Сделать Большую Ставку То Мы Умудряемся Получить Два Плюса Вместо Одного Если Хотя Б Половина Из Эти Стратегии У нас Срабатывает То Мы Уже Будем Гарантированы В Хорошем Плюсе Некая Деграфикация По Стратегиям Времени У меня Осталось Мало Так Что А мы Как раз Пошли Не пускают Смешин Которые Голоком Случин Как Порядка Времени 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 Не пускают Пока Разберусь Я понял Хорошо Значит Все Что я До этого Говорил Это Некоторая Схема Которая Мне Нравится Которую Я Активно Использую Которую Я Применяю И Надеюсь Применяюсь В будущем Тем не менее Разные Люди Как я Уже Говорил Бладят Разным Темпераментом Им Интересны Разные Вещи И Для Того Чтобы Торговать На рынке Комфортно И комфортно Зарабатывать Деньги Нужно Найти Тот Инвестиционный Стиль Который Интересен Тот Инвестиционный Стиль Который Комфортен Тот Инвестиционный Стиль Которым Человек Может Следовать А Для Этого Нужно Смотреть По Сторонам А Лучший Способ Смотреть По открытия. Я тут накидал четыре автора, и опять же повторюсь, что у этих авторов есть разные книжки, поэтому я выбрал некоторые из них, мне кажется, наиболее интересные, и тогда коротенько расскажу про каждую из них с тем, чтобы было понятнее. Начну с Ларри Вильямса, книга называется «Благососточные секреты крокососточной торговли». Это легендарный трейдер, то есть до этого я все больше рассказывал про управляющих, которые управляют институциональными деньгами, большими. Ларри Вильямс в этом смысле скорее частный трейдер, как, наверное, большинство, если как-то здесь собрались. Он знаменит тем, что дважды выиграл конкурс лучших трейдеров и делал из 10 тысяч долларов 1 миллион за год. Два раза понятнее. Более того, его дочь какой-то после этого также выиграл этот конкурс. В этой книжке он рассказывает некоторые модели, которые можно использовать, и дает примеры того, что такое, на самом деле, алгоритмический трейдер, то есть трейдер, который построен на правилах. Там нет автоматизации в явном виде, но все, кто хоть что-то знает о программировании, поймут, как можно из тех алгоритмов, которые предлагает Ларри Вильямс, сделать программу. Алгоритмический трейдинг просто активно развивается, есть даже семинары по алгоритмическому трейдингу. Кому интересно, можно попробовать податься сюда. Дальше. Второй замечательный человек Джим Роджерс с книжкой «Будущее». Джим Роджерс знаменит уже не только как легендарный трейдер, но и ему досталось за его связи с Россией. В 2014 году, или даже в 2013 году, он стал советником ВДП по сисходительным вопросам. В 2014 году он начал активно пропагандировать инвестиции в Россию. Открыто выступал, в том числе здесь, и говорил про свои инвестиции в ФосАгро, биржи МВБ, в Аэрофлот. По-моему, он еще хозяйственную тему покупал. И его все, во-первых, поднимали на смех, во-вторых, обзывали путинским наймитым человеком, который продался ВДП и за государственные деньги российские пиалит Россию. С тех пор прошло два с половиной года. Что произошло с этими акциями, можете посмотреть сами, но, в общем, известно, что Аэрофлот четверился, например, с тех пор, а Джим Роджерс заработал очередную кучу денег. Что произошло с ОФЗ, вы тоже все знаете, и Джим Роджерс на этом тоже заработал денег, и любой, кто слушал Джима Роджерса, в принципе, мог заработать деньги. Самую большую, наверное, известность ему принесло создание своего собственного фонда товарных рынков, который сделал в 1998 году аккуратно, на минимуме. И дальше, в течение 10 лет он заработал какие-то совершенно потрясающие деньги, ничего не делая, заезжая по всему миру, совершив очередное круглосветное путешествие, а все это время деньги работали и зарабатывали отличные дела. Вот, сейчас у него новая идея, в частности, Россия. Огромное количество интервью с успешными трейдерами совершенно разных стилей можно найти в книге Джеков Швакера «Магия рынка. Новая магия рынка». Ну, здесь я подробно рассказывать не буду, надо открыть, почитать, посмотреть разные стили, что делают люди. Пожалуйста. Отдельно отмечу автора Дробни, его, к сожалению, книги чуть не переводят на русский язык, не знаю почему, но там тоже есть интервью с управляющими, которые суммарно управляли 100 миллиардами долларов на тот момент выпуска книги. И последний автор, который тут может показаться, что он немножко с обничком стоит, «Фундаментальная идея финансового мира» Питера Бернстайна. Это книжка про некоторую эволюцию финансов, про то, какие идеи появлялись в хронологическом порядке, на чем люди этой индустрии делали деньги, как восприятие того или иного актива или деятельности менялось. И мне кажется, что это полезный, может быть, опыт для того, чтобы расширить свой кругозор и не бояться каких-то разных страшных слов или не удивляться, почему событие в одной точке мира влияет на событие в другой точке мира. И, наконец, последняя книжка на сегодня и практически конец моего выступления – это книга, которую я периодически перечитываю снова и снова и снова, и даже не для того, чтобы узнать какие-то новые вещи, а просто для того, чтобы насладиться некой атмосферой трейдинга, атмосферой управления активами, атмосферой вот этой вот азартной и захватывающей деятельности. Я же, да, в своей книжке «Трейдеры пушки и деньги» описал в комплексе «Мир производных финансовых инструментов», в котором сейчас делаются основные средства. То есть я, например, сейчас почти всю свою торговлю веду на срочном рынке, и даже когда я хочу взять какой-то ликвидный актив, например, Сбербанк, то я стараюсь делать, причем стараюсь это делать на срочном рынке, просто потому что они получают и дешевые. Фондирование маржинальных позиций у брокера дороже, чем фондирование позиций через фьючерсы. То есть книжка написана элегантно, легко, и, наверное, один из самых важных образовательных аспектов этой книги вынесен даже в заголовок. Известные и неизвестные, сверкающие нелегкие реводилы. Суть состоит в том, что существуют всегда некоторые неизвестные вещи, о которых мы даже не знаем, о том, что они существуют. И это самая большая угроза, сейчас можно называть черные лебеди, но на самом деле это не совсем черные лебеди, это вот некоторые неизвестные автоматики, о которых мы даже ничего не знаем. Всем большое спасибо, успеха на рынке, и давайте, наверное, тогда перейдем к вопросам, пока Андрей не вернулся, у нас есть какое-то время. Скажите, а что менялось на рынке в связи с появлением, скажем так, очень мощных роботов? Есть ли какие-то изменения, что было 10 лет назад и сейчас? На самом деле изменения есть. Изменения, например, стоят в следующем. Пункт первый, что по большому счету расходы обыкновенных трейдеров, они чуть-чуть выросли. Особенно выросли расходы тех, кто пытается торговать крупными блоками. Потому что вот эти вот всякие быстрые входы, быстрые роботы, как HFT, которые high-effective trading, они пытаются фронтшайдить и пытаются найти какие-то чужие алгоритмы и вставать перед ними. Это первое. Второе. В рамках относительно конкурсочной торговли, например, такая профессия, как скальпер, она становится все менее и менее доходной. Скальпирует, то есть попытка совершать быстрые сделки на быстрые движения. Она становится все менее и менее доходной просто потому, что самые простые скальперские паттерны уже выедаются роботами, и человеку приходится придумывать либо какие-то особые ситуации, либо какие-то не совсем очевидные вещи, которые сложнее запрограммировать. Это то, что в основном есть. Ну, третье, с точки зрения биржи, появились огромные обороты. Чем дальше, тем и не больше. Биржу эту форму, всем это нравится. Крупные инвесторы оплачивают банки. Если мы говорим про более долгосрочную торговлю, то, с моей точки зрения, там ситуация принципиально не поменялась. Ну, просто потому, что, например, есть модель некоторого прогноза движения рынка на 10-12 лет вперед в Штатах. Она мне очень нравится, она замечательная, красивая. И будет, как мне кажется, работать просто потому, что ни одному нормальному человеку не придет в голову делать ставку на 10 лет вперед. Ну, просто. Если у вас, честно, профессионального управляющего через полгода плохих результатов могут уволить, то он не будет думать о том, что произойдет через 10 лет, просто потому, что не переживет в ближайшие полгода. То же самое происходит с большими, ну, с физическими лицами и трейдерами, которым зачастую нужно, как бы, на что-то жить здесь и сейчас, нужно делать сделки здесь и сейчас, и, в результате, относительно долгосрочные периоды инвестиций, они остаются мало подвержены вот этой вот автоматизацией, роботизацией. Следующий вопрос. Вы сказали, что можно совмещать стратегии, то есть быстро вошел, быстро вышел на конкретные какие-то идеи и долгосрочные стратегии. Хотелось бы поподробнее, как это осуществить, и какими долями, соответственно, тогда эта программа может получиться? Ну, на самом деле, смотрите, я имел в виду немножко не совсем другое. У меня обе стратегии, обе модели, которые я здесь рассказал, они в некотором роде средне-долгосрочные. То есть, вот эта модель большого курса, это год, примерно год мы должны взять, может, где-то полтора. Вторая стратегия – это некий процесс принятия решений между теми редкими моментами, когда мы можем еще много заработать. Три, четыре, пять лет. Вот. В рамках этого лично мое, мое некоторое, не ноу-хау, мой метод говорит следующее, что мы должны торговать с приемлемым для нас риском тогда, когда у нас, мы не знаем, не видим возможности резко и много заработать, а когда мы видим появляющиеся возможности, шансы в нашу пользу, мы можем позволить себе взять дебантное плечо. Вот. Если мы торгуем без плеча, то это сделать сложнее, но тогда есть другой момент. То есть, если у нас есть часть денег, например, в безвестовых инструментах, то в тот момент, когда мы чувствуем, что все надо брать, мы эти безвестовые инструменты продаем, покупаем на полную катушку. Период прошел, мы обратно переговоросировали в портфель. Давайте еще вопросы. На чем основана ваша продукта по Асбербанту? Вы как-то денежные потоки рассчитывали? Ну, здесь, смотрите, очень важен, как бы, здравый, некий здравый смысл и свобода от внешних мнений и эмоций. Если мы посмотрим на Сбербанк, то увидим, что с 2008 года, с момента прошлого кризиса, чистая прибыль Сбербанка выросла в 15 раз. 15 раз. Сам по себе Сбербанк за это время вырос ну, там, на 50 процентов. Был 110, стал 170. Тем самым у него, с точки зрения некого потенциала, с точки зрения стоимости, огромный потенциал, ну, вдвое должны преувеличиться минимум. Два. Мы знаем команду Сбербанка и знаем, что она хорошая, квалифицированная и очень умело управляет банком. По крайней мере, по сравнению с командой ВТБ. Третья. Мы также знаем, что у нас уровень, скажем, банковских услуг и вообще финансового сервиса сильно не дотягивает даже до уровня восточно-европейских стран, типа, там, Чехия, даже Польша, не говоря уже о Чехии, ну, про Западную Европу, он просто молчит. Значит, у нас огромный потенциал роста у самого банковского вообще сектора в целом в России, а Сбербанк, его лидер, явный лидер с огромной, крупной преимуществом. Значит, он будет продолжать расти. Ну, и еще плюс момент, четвертый, слишком много, но тем не менее скажу. Мы знаем, ну, я предполагаю, что экономика в России в свою низшую стадию уже прошла. Даже статистика говорит, что, скорее всего, у нас в четвертом году 2016 года был мой, может быть, даже маленький плюс. В следующем году у нас экономика вырастет. Если экономика вырастет, то компаниям будет проще выдавать кредиты. Часть, наверное, просроченных кредитов, которые были у Сбербанка, вернутся, значит, расформирование резервов. Дальше. Больше экономика будет расти, значит, больше спрос на кредитные ресурсы, больше объем бизнеса, больше прибыль, меньше рисков. Инвесторы любят, когда меньше рисков, значит, цены на акции тоже должны расти. Ну, и так далее. То есть, получается, что Горбанк это такая комплексная, огромная история, в которой есть много факторов, каждый из которых работает на него. Ну, почему бы когда на него и не поставить. Но, с точки зрения ОФЗ, я вам тоже скажу, у нас есть Центральный банк, он за последние три года доказал свою профессиональность, доказал свою жесткость и принципиальность. Мы почти дошли до той цели, которую мы поставили. Инфляция продолжает снижаться, ну, значит, должны будут снижаться ставки. 6% конечно годовых оценка, ну, может быть, 6,5. Ну, чуть-чуть ошибемся, бывает. Вы упомянули Ларри Вильямса, его прогноз на 17-й год вообще-то так удался, очень хорошо совпал, а вы рассматривали его прогноз на 17-й, на 18-й год, и как-то вот его прогноз влияет на вашу... Честно говоря, я читаю, то есть я вот читал книги, но я не отслеживаю Ларри Вильямса. Я, например, люблю из регулярных, я отслеживаю Белогросса. Считаю, моих же месячные лутылки, они маленькие, они нестандартные. Вот. Что с Толари Вильямс я не знаю, мне кажется, что он просто частное место, он может говорить все что угодно. И точно так же, как я могу говорить все что угодно, и вы можете говорить все что угодно. Вопрос в том, как бы, можно ли это использовать? Просто я... Не знаю, я посмотрю, что он сказал. Вы сказали, что получили некое экономическое образование. Расскажите, для чего и как оно вам помогло? Я... На самом деле, не совсем так. Я сдал на... Такой сертификат называется Chartered Financial Analyst, то есть сертифицированный финансовый аналитик. Это программа, которая сделана специально под профессионалов области инвестиций на английском языке. Там три года, весьма сложные экзамены. Последний третий кур... Третий год он посвящен в первую очередь работе инвестиционного менеджера, то есть там рассказывается, как правильно понимать, что нужно человеку, какие у него инвестиционные цели, как ему правильно рекомендовать составить портфель, с точки зрения, чтобы он этих целей достиг, всякие вопросы с налогами, какие интересы и точки приложения, особенно если, например, страховых компаний отдельно, ЖУЗИ, разбирается вообще разной налоговой системой, потому что в каждой стране своя собственная налоговая система, особенно там уделяется большой кусок про передачу наследства, у нас пока не так выражено, но тем не менее. Лично для меня это был огромный шаг по систематизации знаний, которые у меня есть, ну и возможность разговаривать с другими профессионалами на этом же самом уровне. Вот и все. То есть это полезная вещь, если хочется привести и структурировать мозги, но, к сожалению, она заставила меня подвигать безумное количество времени, по сути, полтора года своей жизни и тратила на то, что я сочетал с СИФА. Вот, давайте, последний вопрос. Есть еще последний вопрос? Все. Всем спасибо. Я хочу сказать, что мы с Петром пообщаемся и задавайте вопросы во время нашего перекусона или там, что будет. Маленькое объявление. У меня просьба личная заполнить анкеты, которые вам в конце семинара раздаст фиктор. Это позволит нам улучшить эти учебные мероприятия церкви компании. И вторая у меня новость. Оказывается, наш семинар будет даже лучше, чем я думал. Мы с боем, с боем просто провели победитель ЛЧИ за два года Наташу Орлову по номинации трейдер-миллионер. Вот она перед вами. Давайте. Я подумал, раз мы с боем провели Наташу, так она просто обязана выступить и пускай расскажет свой взгляд на рынок. Наташа, выступи, пожалуйста. Ну, я вообще-то не готовилась. Я знаю. Ну, ты скажешь, какие позиции? Открой, игра, и все, и можешь идти дальше. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я даже не знаю, что сказать. Может, вы вопросы будете задавать наводящие, потому что, на самом деле, как я торгую, наверное, все знают, да, что я торгую очень рискованно на все, на все плечо. и я, кстати, если я пропустила молодого человека, который в прошлом году до 30 миллионов на СИ, да? Да. Вот. Я в прошлом году на СИ заработала 12 миллионов, но только потому, что в прошлом году, в отличие от этого года, я вот как взяла изначально 350 контрактов, так их до конца и держала, 350, то есть по мере поступления прибыли я не наращивала позицию. В итоге у меня получили 12 миллионов, но потом я получше их слила. В этом году, когда мне удалось в первый раз купить очень дешевую нефть, там по 41,50, когда летом мы ее слили, и когда Саудовская Аравия там какую-то бумажку журналистам подкинула, и резко начался безумный этот рост по нефти, я вообще ее брала так чисто на отскок на пару долларов, но получилось надолго. Тут я уже по мере роста прибыли, то есть изначально у меня было там 500 контрактов, потом я стала, там денег прибавилось, я еще 200 добавила, прибавилось еще 200, добавляла, 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 в итоге довела позицию до 1700 контрактов. Вот таким образом я опять-таки тоже заработала где-то порядка 12 миллионов, но пока их не слила, пока все еще нахожусь в позиции по нефти, потому что думаю, что нефть все-таки будет расти, и вот даже глядя на конвульсии нефтяные, по-другому не могу назвать, которые происходят в последние дни, как-то видно, что расти не дают, но и падать не дают, то есть входит в пределах одного доллара, все сливы выкупаются, и сегодня вы видели, что самое главное, что для меня показатель, это когда сливы выкупаются на плохой статистике, то есть безумные запасы растут уже в третьей неделе подряд, причем запасы бензина на 8, на 5, на 6 миллионов баррелей, первая реакция вниз, скачок, потом выкуп идет, и опять торгуемся вот в этом флейте, в диапазоне даже не долларов, даже там порядка 60-80 центов, для меня это, ну кто-то может скажет, что не пускают вверх, что борт пойдет вниз, что раз сливают, значит пойдет вниз, для меня наоборот это показатель, раз выкупают, значит пойдет вверх, ну в общем пока держу, если, то есть для меня, вот в голове у меня, я стопы не ставлю, но в голове у меня стоп это 53, то есть если будет продавать 53, то есть уйдет ниже минимума там 53-65 по-моему был, то вот там, наверное, я как минимум половину позиции закрою. Скажите, позиции трейдеров вы отслеживаете? Каких? Ну, код, репод, вот эти, открытые позиции трейдеров. Нет, 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 я подсчитываю с марклаб, скажем так, а на основании чего принимать решение по нефти? Ну вот я, я же сказала, ну, я дохожусь в этой позиции давно, у меня очень большой запас прибыли, поэтому колебания в один доллар меня мало волнует. Нет, ну когда вы входите, выходите, вы от чего, только от рук не отталкиваете? Ну так я вот тогда вошла и с тех пор встаю. Ну на основании критерий я спрашиваю. Ну, когда я в тот раз вошла, критерий был один, что слили на 12 долларов, я решила купить в надежде поймать от скоб пару долларов. А тут какие-то бумажки с Аудовской ранее журналистам подкинула, и пошел безумный рост, и я видела, что он идет вообще практически безоткатный, и я, вот что у меня есть, это терпение, я набралась терпение, стиснула зубы и держала позицию там до 50, до 50 это держала, продала, и то продала, потому что в этот момент была экспирация, то есть пришлось закрыть позицию. а перезайти в следующий контракт, он таковался на доллар выше, я как-то не рискнула, мне казалось, что уже рост на излете, я подумала, сейчас откатит, хотя бы по той же цене, чтобы войду, но он не откатил и пошел на 53,80, это вот до опек, еще опек не было заседания, вот, там мы вот со следующим оратором решили встать в шорт, мы встали в шорт, нас помучило там недели две, тоже около этой суммы, около этой цифры, но потом все-таки сходили в район там 45 с чем-то, вот там я закрыла свой шорт и опять встала, то есть, если я закрываю шорт, у меня логика простая, если я закрываю шорт, значит, я уже не верю в падение, а если я не верю в падение, значит, я верю в рост, значит, я не только закрываю шорт, я еще открываю лонг. Я не понимаю, а на чего вы пересматриваете, шорт или лонг? Ну, нет, во-первых, существуют какие-то уровни поддержки, сопротивления, то есть, я же графики смотрю. То есть, по уровням. Ну, в общем, да, в общем, да. Во-вторых, у меня есть еще консультант, вот, Александр Мишин, который был следующим оратором, я с ним советуюсь, вот, у него там свои индикаторы, у меня их нет, я в этом вообще ничего не понимаю, для меня только, вот, я вижу то, что все видят, да, где цена остановлена, вот падает она, да, вот сейчас, да, допустим, 54, там, 70, отскок, 54, 70, отскок, 54, 70, ну, то есть, видно, что ниже не пустая, то для меня это уровень поддержки, значит, на ней надо покупать, если вы еще не в позиции, а если вы в позиции, то что продавать-то, если от этого уровня откупают, ну, вот, вот логика простая, если сейчас вырастет, там, в район куда-нибудь 62, я, наверное, продам, но, опять-таки, продам не потому, что я думаю, что рост закончился у меня, не знаю, права ли я, не права, я думаю, что как минимум до 70 нефть могут дотянуть, но не без отката, вот где-то от 62, а? Твердого алгоритма нет у вас? Нет, уровни поддержки, сопротивления, это вот как бы, ну, это как очень наш, это как очень наш, и еще поведение, то есть, вот, насколько стремительно покупают, то есть, это для меня свидетельствует о том, что, 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 сейчас рынок покупателей в нефти, а не продавцов, то есть, вот на основании этого я, ну, а в основном-то у меня, конечно, секрет успеха в том, что я долго держу позицию, то есть, я не, вот, ну, не скачу туда-сюда, то есть, если я взяла, если я вижу цель, я как бы стараюсь к ней прийти, есть, есть получается, если, ну, бывать, что не получается. Сколько вы удерживаете позицию? Ну, вот, позицию по нефти я держу со 2 августа. Это вообще максимально за практику. Сколько приходит сдержать позицию, когда вы выдавали ваши 40, на 10? А, мою, ну, это вот было в прошлом году, когда я по СИИ благополучно заработала свои 12 миллионов, я сдала СИИ практически на максимуме, то есть, я продала по 86, по-моему, 20, а было что-то 86-40, что-то так вот. Вот, я рассказываю. Я продала, я связала себе руки жгутом, чтобы опять не влезть в делу. Я очень долго ждала, в итоге я дождалась минус 12 рублей, этой цифры, по которой я закрыла, по 86, по 72 я купила. И ждала, и вот, то есть, в надежде, что будет все-таки опять рост по доллару. Но его не случилось, как вы знаете, и я держала долго-долго-долго, это было, сейчас я скажу, в феврале я закрылась, значит, где-то в конце, в начале марта я вошла опять в позицию, и марта, апрель, май, и, по-моему, в июне у меня был Моженко. Я закрывала ее частично, то есть, когда Моженко наступал, я часть позиции закрывала, 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 но в итоге у меня осталось там совсем чуть-чуть денег, и все, я закрыла, и решила, что все, си, я больше не торгую. И в этот момент я посмотрела на нефть, а нефть стоила очень дешево, на мой взгляд, она тогда стоила, как раз вот, она падала очень долго, стоила 41 доллар с половиной, и я решила, почему мне не купить нефть? Вот и все. И с тем более нефти. А сколько изначально вы выложили? В тот момент, когда я почти все слила с 12 миллионов до 2 миллионов, у меня осталось в рублях, как бы, ну вот на 2 миллиона я купила, меня тут же, тут же практически там в течение двух недель у меня счет утроился, у меня уже было 6 миллионов, потому что нефть там на 10 долларов выросла. Вот, потом я ее продала и как бы потом на шарте еще заработала. Ну, в общем, вот как-то так. Еще есть вопросы? В следующем году тоже будете нефть трогать? А я не знаю. Я вот обычно себе выбираю какой-то инструмент, и пока у меня, пока у меня днем получается, вот когда, понимаете, когда, наверное, вы все знаете, когда только сидишь в позиции в каком-то инструменте, вы уже знаете, как на что реагирует, сколько она в день там может туда-сюда сходить? Ну, бывают, конечно, ударные дни, когда вверх или вниз, там, опять 10 процентов. Ну, в общем-то, приблизительно вы уже характер, скажем так, определяете этого инструмента, и вам в нем комфортно. Поэтому вот пока я в нефти, до тех пор, пока она мне денег дает. Как перестанет давать, буду к чему-то другому присматриваться. Спасибо, Натальша. Спасибо. Всех спасибо. Ты говоришь, 10 минут, Наташа, никуда не ходит, с ней можно общаться, да, Наташа? Да, конечно. 10 минут. 20 на ценовом росте заработаем, но еще 8 заработаем просто по купону. Ну, вот, суммарно, 15 годовых, ну, даже больше получать. Понимаете? А? На гуси не ходите. Да, на гуси не ходите, как обычная августа. Приходите. Той, Саня, ты за всеми позициями останешься. Ну, это да. Если тебе стопы не будут снимать, тогда... Нет, нет, тебе тебе опять же снимать, да и приношение без убыток, потом снова ее покупаешь. Ну, знаешь, если меня... Тебе надо сначала выйти в премьер, а потом уже поставить... Знаешь, если меня уши закрыли, мне тяжело. Нет, не вижу никакой штукой части. А, то есть только последний кусочек, который дорого будет.